Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Привлечь как можно больше молодежи к поэзии – это благородная миссия. Поэзия просветляет душу. В подземелье мы в лес идем на промысел опасный. Организаторы встречи и исполнители поэтических произведений затронули струны души каждого, кто посетил мероприятие на площади перед районной библиотекой. Если взглянуть на творчество именно писателей классиков, то они актуальны, потому что они рассматривают те проблемы, которые рассматриваются в принципе сейчас. Если взять даже не Пушкина, а, к примеру, Достоевского или, не знаю, Толстого, то можно встретить вот такую параллель именно с нашим временем. И у Пушкина тоже стихи, прекрасная лирика есть, поэтому как бы на слух хорошо ложится и для всех поколений в принципе актуально. В течение всего дня звучат стихи великого поэта, проходят акции, беседы, литературные путешествия для подрастающего поколения. А встречают ребят, герои сказок Пушкина. Всегда интересно, когда ребенок находит в тексте, будь это сказка, будь это стихотворение, будь это проза Пушкина, что-то знакомое по жизни. А у меня тоже так было, а со мной это тоже было, или с моим другом, или в моей семье. Поэтому образ Пушкина хотелось бы преподнести действительно как человека живого, проживавшего то же самое, то же самое детство, то же самое отрочество с его проблемами, с его играми, с какими-то увлечениями. И когда рисуется Пушкин гений, но человек, восприятие, конечно, его творчество совсем другое. Он был отменный хулиган, он был прекрасный друг, он был заводил и многих интересных детских игр, и автором их же. Конечно, это здорово, это интересно. Пожалуй, ни одного другого русского писателя и поэта не любят так, как Александра Сергеевича. С ним знакомятся в детском саду, наслаждаясь добрыми сказками автора. А продолжают цитировать и вспоминать всю жизнь, декларируя наизусть Евгения Онегина. День рождения Пушкина – это не просто дата появления на свет гения, это день рождения классической русской литературы и языка. Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань Энерго» выявили вопиющий факт многократного вмешательства в работу распределительных сетей в станице Северской. Неплановый осмотр линии электропередачи уровнем напряжения 10 кВт был произведен персоналом энергокомпании после поступления ряда обращений от местных жителей об отключениях электроэнергии на нескольких улицах населенного пункта. Во время осмотра воздушной линии электропередачи специалисты Северского РЭС обнаружили на проводах самодельные растяжки из медной проволоки, камней, сотового телефона и частей погибшего животного – змеи, что повлекло неоднократное нарушение энергоснабжения жителей станицы. Информация передана в правоохранительные органы. В настоящее время ведется розыск лиц, причастных к данному правонарушению. Виновные будут привлечены к ответственности в установленном действующем законодательством порядке. «Кубань Энерго» напоминает. Нарушение правил поведения в охранных зонах линии электропередачи и вблизи энергообъектов несет смертельную опасность для людей, ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей и объектов инфраструктуры. Образцовому вокальному ансамблю «Акварель» детской школы искусств поселка Ильский исполнилось 10 лет. Как и положено музыкальному коллективу, свой юбилей он отпраздновал красочным концертом. Сегодня под руководством основателя и бессменного руководителя Марины Рузановой вокальное мастерство постигает 54 воспитанника. Помимо основного состава акварели, свои первые шаги на сцене делают коллективы «Радуга детства» и совсем юные акварельки. Репертуар вокалистов достаточно широк – от современной эстрады до классических произведений. ПЕСНЯ В этом году празднуется у юбилей и Марина Рузанова. Со сцены она принимала заслуженные поздравления. За десятилетия творчества коллектив успел добиться звания Барсова, да и просто полюбиться всем, кто ценит хорошее исполнительское мастерство. Акварель активно выступает на всех значимых мероприятиях поселения. Сегодня ансамбль знает не только в нашем районе, но и за пределами Краснодарского края. ПЕСНЯ 3 июня партия «Единая Россия» провела предварительное голосование. В этот раз отбор кандидатов прошел перед единым днем голосования 9 сентября. В этот день предстоит выбрать региональных депутатов, губернаторов, а также представителей местных органов самоуправления. Уже не первый год партия «Единая Россия» использует процедуру «Праймерис» в выборах разного уровня. Эти предварительные выборы стали рекордными по активности избирателей. В Доме культуры поселка Афибский состоялось торжественное награждение работников территориальной избирательной комиссии Северского района. Слаженная работа членов комиссии во время выборов президента Российской Федерации 18 марта обеспечила проведение выборов на достойном уровне и заслужила высокую оценку администрации района. Глава муниципального образования Северский район Адам Джарим выразил работникам местного избиркома благодарность за проделанную работу. Огромное спасибо в очередной раз за проведение качественных выборов президента Российской Федерации. Еще раз избирательная комиссия Северского района показала, что здесь работают профессионалы, которые знают свое дело. Где не было никаких споров, никаких иллюзий. Вы достойно отработали, качественно, без нарушений. Люди верят, доверяют вам. Это самое главное. Для сотрудников территориальной избирательной комиссии была организована концертная программа, в которой приняли участие лучшие коллективы района. В преддверии государственного праздника Дня России подростки и родители, любители здорового образа жизни и велосипедного спорта, собрались на велопробег «Солнечные зайчики». Организаторами мероприятия выступили работники Северского дома культуры совместно с отделом ГИБДД. Да вообще, на самом деле, интересное мероприятие. Захотелось поучаствовать с ребенком. И спорт, и интересное. Пока идет подготовка к заезду, велосипеды стоят в тенечке, поблескивая свежей краской никелированными деталями. Но кто-то из ребят уже перемещается на своих велосипедах, выписывая замысловатые пируэты. Ну, тату сделала мне на щеки. Потом мне папа флажки прицепил. И мы поехали с мамой. Мы вчера ездили в Мегу и покупали все для забега. Любой желающий мог поддержать идею велопробега своим участием, окунуться в атмосферу, где царит позитив, оптимизм, энергия, радость от предстоящего лета и всего того, что несет в себе движение физическая культура и спорт. Необходимо помнить, ребята, что нужно соблюдать правила дорожного движения, побольше заниматься спортом, дышать воздухом, помогать по дому и провести лето ярко, красиво, с хорошим настроением, набраться сил, чтобы 1 сентября прийти обратно в школу. Мы благодарны родителям, участникам клубных любительских объединений за то, что они согласились в летние дни сегодня прийти на наш велопробег и надеемся, что эта инициатива начнет жить в нашем северском ДК и нашей станице. Всем удачи! Маршрутом от площади ДК по улице Ленина и обратно до Дома культуры велосипедисты двинулись организованные колонны. Безопасность участников велопробега обеспечивали две патрульные машины ГИБДД. Все участники велопробега получили памятные призы, а спонсорами мероприятия выступили частные предприниматели района. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова